свет привет цвета привет алло свет свет походу играл я игру на улице и заснула сейчас мы разбудим может пранканем ее как нибудь а точняк чё-то током немного бьется и света снимай света это уже не смешно чё за приколы такие снимай давай очки свои подожди я походу понял что почему она не просыпается то да она не спит она просто сейчас в виртуальной игре что она чего нас не слышит из нее выйти нельзя нет я конечно могу ошибаться ну и я мышу что новое обновление для viอ очков вышла с полным погружением это чё значит с полным погружением это значит что она не сможет выйти из игры пока не пройдет ее полностью слушай а если она ее полностью не пройдет она что там навсегда застрянет а я чё так не знаю обновление просто новое еще только тестируется все. Ладно, а как узнать, на каком она сейчас уровне? Ну, по идее, игра должна подключена к телевизору. Так. Где пульт? Вот пульт. Так. Она что, только на первом уровне? Ага. Она его даже пройти не может. Первый уровень всего лишь. Надо ей помочь. Так. Подожди, стой, Дим. А это не опасно, а? Да нет, для второго игрока это полностью безопасно. Можно выйти в любой момент. О, прикольно. Как будто никуда и не перемещался. Интересно, а все настоящее? О, и еда. А, она же виртуальная. А выглядит как настоящая. Добро пожаловать в игру От рождения до смерти. Вы будете сопровождать персонажа на протяжении всей его жизни. На каждом уровне вам необходимо выполнить задание, связанное с определенным возрастом персонажа. Если игра не будет закончена, то ваш персонаж навсегда останется в игре. Вы готовы активировать первый уровень. Ваше задание. Рассмешить ребенка. Чего? Какого еще ребенка? Где Света? А, вот Света. Привет, Свет. А что, слюнявая такая? Ой, надо выйти и тут. Эй, тихо, тихо, тихо. Давайте это, покачаю. Вот так вот. Да, Дима, наверное, будет хорошим отцом. Время выбора. Ну, здесь все понятно. Дети любят соски. Эй, смотри, что у меня есть. На, держи. О, молодец. Эй, че кидаешься? Ваш рейтинг в игре пониже. Че еще за рейтинг? Не забывайте следить за рейтингом. За выполнение задания рейтинг повышается, а за невыполнение задания понижается. Если уровень рейтинга снизится до нуля, персонаж навсегда останется в игре. Прикольно придумано. А раньше нельзя было сказать. Так, если соска не сработала, микрофон что ли? Ты очаренок! Задание же рассмешить. Так, малая, сейчас все будет. Привет, слушатели. Сейчас будет стендап. Так, у всех же бывал случай, что вот попадаешь в виртуальную игру, и вот так случается, что ты становишься ребенком. Тихо-тихо-тихо-тихо. Анекдот. Колобок повесился. Смешно? Да что ж такое? Дурятский микрофон. Ауч. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ваш рейтинг выиграл повышение. О, а я на другой нигде могу прыгать, смотри. Давай-давай-давай-давай. Смешно? Уровень пройден. Класс. Так, плохо. Офигенная графика. А ты что с меня сняла? Эй, ты уже прошел один уровень, моя очередь. Ну ладно, пойди теперь ты, а то у меня как раз глаза отдохнут. Ого, реально круто. Цветочки. Прям как настоящие, но они не пахнут. Так, а гитара? И гитара тоже не играет. Ну да, это же виртуальная реальность. Это что там такое? Так. Ну-ка посмотрим. Света! Так, а что делать-то надо, а? Ваше задание. Отправить ребенка в школу. Не хочу, не пойду, не буду. Ой-ой-ой. Свет. Не пойду в школу. Ну, что значит не пойдешь? Все дети в школу ходят, и ты должна пойти. Все дети в школе уже собрали целую коллекцию завров. А у меня всего лишь три штуки. Да, завры, это все прикольно. Ну, смотри, вот у тебя мишка, например, есть. Какой прикольный. Да какой мишка? Мишка мне не нужен. Мне нужны завры. Я тебе говорю про завров. Мне нужны вот такие вот. Видишь, как они могут? А мишка так не может. А что, в виртуальной игре есть тоже настоящая пятерочка? Света, смотри. Вот я накупила продуктов на пару недель вперед. Все, решила и притащила тебе кучу завров. Прям кучу, да? Да, да, целую кучу. Я же молодец. Вот. Ух ты, мне его как раз не хватало. Фух, угодила. Он, конечно, классный. А как же вся коллекция? О, так я же сказала, что все решила. Сейчас вот димитродон, мазазавр. У меня теперь вся коллекция завров. Ваш рейтинг в игре повышен. Ну что, Светочка, теперь в школу можно пойти, да? Да, да, только сейчас я их по местам расставлю и пойду. Это сюда. Я же совсем забыла. У меня же еще для тебя есть игрушка. Игрушка? Ну да, на рюкзак. Смотри какой. Тоже завр. Это же тиранозавр Рекс. Какой же он красивый и сильный. А как же в школу? Точно, я же в школу опаздываю. И коллекцию тоже всем показать. Хорошего дня. Уровень против. Ес. Ну что, как? Блин, ну это нелегко было, но так круто, я справилась. Вообще все как реальность жизни прям. Ну так, полное погружение. Так, если до этого была начальная школа, то сейчас средняя точно. Где эта школьница? Эй, а ты куда так намалевалась? В школу что ли в таком виде? Что за кринж? Я в универ. Она уже в универе? Ой, я забыла сумочку. Ваше задание. Организовать для персонажа романтический вечер. Кому? Свете? Романтический вечер устроить? А с кем вообще? Время выбора. Так это что, я с ней на свидание пойду? Нужно выбрать в чем? Спортивный костюм? Или костюм с рубашкой? С бабочкой? Я что, на пингвина похож с бабочкой ходить? Конечно, спортивный костюм. Свет, а не хочешь пойти со мной на свидание? Ты себя видел? А что такое? Я вот в таком виде с тобой никуда не пойду. А в смысле не пойдешь? До завершения игры осталось 10 секунд. Время выбора. Блин, Дима, ну ты же понимаешь, что все девушки любят цветы. Ну цветы это слишком банально. В этой игре 100% есть какой-нибудь подвох. Значит, билеты на футбол. Ты что, блин? Алло. Света, дай мне еще один шанс. У меня есть целых два билета на лучшие места на футбол. Чего? Какой футбол? Ну будем болеть за нашу сборную. Уле, 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 уле. Господи. Слушай, у меня так голова разболелась. Я, наверное, все-таки на пары пойду. Свет, ну я... Ваш рейтинг в игре пониже. И что теперь делать? А можно как-нибудь заново начать? Ну переиграть все. Или может как-нибудь шлем снять? И что мне здесь делать теперь? Я же не застану, как она в игре. Он меня бросил. Прямо у алтаря. Чего? Он даже не пришел. Дополнительное задание. Успокойте персонажа. Это что за задания такие пошли? Успокоить. Свет, да ты что? Не плачь. А ну может тебе и не нужна эта свадьба? Как не нужна? У всех девушек есть такая мечта выйти замуж. Ну да, да. Я тоже мечтаю выйти замуж. Ой, жениться мечтаю. Да уйди ты отсюда. Да вы все такие. Сначала хочу, хочу, а потом бросают. Сейчас я что-нибудь придумаю. Свет, вот тут посиди, подожди. И этот тоже ушел. Жесть. Маленькая плачет, взрослая плачет. Всегда плачет. Так, это давайте время выбора. Ну пожалуйста, ну сейчас реально нужно выбрать. Время выбора. В приставку поиграть, обручальное кольцо и конфеты. Понятно. Обручальное кольцо? Это что, я? На ней в жены взять? Не. Так, приставка или конфеты? Уберите вообще отсюда. Ну приставка это точно ерунда. Девочки не любят приставку. Поэтому конфеты. Да нет, нет. Да это неправильный выбор, а лучше. Эй, а ты что сняла с меня? Да я лучше сама разберусь. Ты вообще в свадьбе ничего не понимаешь. В смысле? Вообще-то все девочки любят конфеты. Сейчас бы я ее успокоил уже. Да ты Свету вообще не знаешь. Все, Дим, короче, не мешайся. Сейчас сольет игру всю. Да какие конфеты, блин. Дима вообще ничего не понимает. Конфеты это на 5 секунд. Она съест и сразу про это забудет. А вот приставка, она же поиграет и сразу повеселеет. И все у нее будет хорошо. Пацаны, я вам по секрету скажу. На самом деле мы, девочки, тоже очень любим играть в приставку. Светочка. Он меня бросил. Светочка, смотри, я тебе джойстик принесла. Давай в игру поиграем. Она очень веселая, тебе понравится. Я не хочу, я хочу его. Уборяй его, фамилию. Ну, по крайней мере, игра это наверняка. И ты будешь играть, и тебя никто не бросит. Ой, а Свет, прости. Давай просто поиграем, развеселимся, и все будет хорошо. Я с тобой поиграю. Реальная игра очень крутая, я тебе отвечаю. Что за игра? Симс. Света, там все как в реальной жизни. Отношения можно идеальные построить. Ой, я обожаю эту игру, давай. Я его в Симсе создала. Отлично. Так, бросить игрока. О, считай, отомстила, молодец. Мне так нравится. Урожай, против. А я не понял, а почему это сработало? Ну вот, учись, смотри как надо. Вот видел, взяла и прошла. Не знал, что Света любит в приставку играть. Я же говорила, ты про Света вообще ничего не знаешь. Дай я сама пройду еще уровень. Эй, так не честно. Все честно, угомонись. Так, а что тут делать? Что за уровень такой? Да блин, опять на работу не взяли, а? Ну, какая взрослая. Универ уже закончила. Зачем я вообще шесть лет на этой специальности училась? Все равно никуда не берут. Я с такими темпами вообще безработной останусь. Ваше задание. Помочь персонажу выбрать профессию. Ага. Ммм, Света, скажи мне, пожалуйста, куда ты пыталась устроиться сегодня? Может, я тебе как-нибудь помогу? Менеджером по продаже меня не взяли, потому что опыта работы у меня нету. Промутром я быть не хочу. Врачом медицинское образование. Актрисы в театр не взяли. А деньги-то надо как-то зарабатывать. Света, так может видеоблогером? Да я тебе говорю, мне деньги зарабатывать нужно, а не кривляться на камеру. Ну, слушай, ну давай еще. Нет, все, я буду безработной. Пусть мне государство платит пенсию. Окей, подожди здесь, сейчас я что-нибудь придумаю. Даже досказать фразу мне не дает. Девчонки вдвоем играют, а мне не дают. Так, время выбора. Экономист, кондитер, актриса. Так. Здесь все очевидно. Света хочет стать актрисой. Актриса сказала Свету, что она не хочет быть. Экономистам слишком скучно. И она вроде как тоже на это училась. И ее не возьмут. Остается кондитером. Вот, точно, Света как раз сладкое любит. Какой кондитер? Это что такое? Светочка, смотри, теперь ты профессиональный кондитер. Пошли, пошли. Спасибо. Да тебе понравится, я тебе говорю. Пойдем быстрее. Вот, Света, смотри. Тебе нужно украсить кексы. Ты же любишь сладкое, правда? И значит, работать тебе с ним тоже будет очень приятно. Ты только попробуй. Просто украсить кексики. Да я не знаю, как это делается. Ну вот смотри, возьмешь сливки эти вот эти вот сбитые. А вот сюда вот так вот намажешь. Все будет красиво. Ты голодел и как чувствуешь. И тогда все будет хорошо. То есть мне каждый день нужно будет просто что-то украшать? Ну да. Так это же прикольно. Ты сама украсила, все тобой восхитились. Ты потом еще и поела бесплатно. Ну ладно. Смотри, уже красиво получается. Это крутое решение. Свет, ты вообще молодец. Да, да, да. Ой, как классно, как красиво. Да ты прирожденный кондитер, ты в курсе? Офигеть. Ты, оказывается, на сотка ешка. А что тогда конфеты не подошли в прошлом раунде? Вот эти девчонки. Вообще их не поймешь. Не, она крута. А я о чем? Блин, прикольно. А мне нравится. Я буду кондитером. Уровень пройден. Моя очередь. Эй, ну вот подожди. Так, ну и что в этот раз? Давайте мне задание. Так, интересно, какой дальше уровень? Свадьба была, школа была, профессию мы выбрали. А что дальше-то? Ваше задание. Ваше задание. Найдите персонажа собеседника. Дима, это ты? Света? Да-да, внучок, это я. Света, ты где? Ой, наверху я. Ага, я уже иду. А что у тебя голос такой странный? Ой, милок. Все внуки и дети разъехались, а? И одна осталась, а? Никому даже стакан воды принести мне. Один только ты у меня. Только с тобой-то и могу я поговорить. Ого, Света, бабуля, такая милая, прикольно. Света, ты бабушка? Ой, а ты кто? Дима, я друг твой. Ближе подойди, не вижу. Подошел, вот я. Ой, щупленький-то какой. Внучок, Васек, ты что ли? Да не Васек, я Дима. Васек, ты что, ничего не ешь что ли? Да ем, ем, бабушка. Время выбора. Бабушка, я сейчас приду, ты посиди тут немного. Чего? Ага, планшет или кот. Ну она же бабушка, какой ей планшет? Она же там ничего не понимает, наверное. Поэтому кота. Киса, киса, киса. Сейчас помурчишь с бабушкой Светой. Зачем мне этот кот? Дима, ну понятное дело, коты-то разговаривать не умеют. Ой, внучок, милый ты мой Васек. Бабушка, смотри, я кого тебя принес. Пообщаться с тобой хочешь? Вот, держи. Только крепко. Ой, Васек, Васек. Что, бабушка? На бабушку времени нету. Лишь бы кота мне подсунуть. Нет, чтоб самому со мной посидеть. Бабушка, прости, я сейчас все исправлю. Мало тебя ремнем наказывали в детстве. Ваш рейтинг в игре пониже. Какой? Я откуда знал, что кота не нужно выбирать? Бабушки вообще никакие в планшеты не играют. Ну ладно, попробуем. Да надо было вообще мне все уровни проходить. Дима не разбирается ни в чем. Ой, женек, пришел ты мой маленький. Какой женек? Я же ваше. Бабушка уже ушел? Ну и правильно, ты с бабушкой посидишься. Конечно, бабуль. Смотри, что я тебе принес. Новая разделочная доска? Не-не-не, она с ножом не ладит. Тут нужно вот так пальчиками нажимать. Как это пальцами? Так вот, вот пальчиками, видишь, двигается. Ну и технику сделали. Но самое главное, бабуль, смотри, какое здесь приложение есть. Бен, ему вопросы даешь, вот этому Бену, и он тебе отвечает. Он с тобой будет говорить целыми днями. Привет. Привет. Вот, видишь, с тобой здоровается бабушка. Ой, классный такой. Я знал, что тебе понравится. Уровень против. Фух, это было сложно. Ну, твоя очередь, держи. Остался последний уровень, как раз. Фух, а что ты так легко мне отдаешь? Я и тебе могу дать, играй, пожалуйста. Да мне кажется, последний уровень очень сложный, и только ты сможешь его пройти. Слушай, ну мне как-то стрёмно. Это такая большая ответственность. Может, лучше ты, ты мальчик. Ну я мальчик, вот именно я в этих делах плохо понимаю. В последних уровнях. Лучше ты. Ой, кто-нибудь. Света. Свет, сейчас я подойду, сейчас я буду, сейчас. Бабуль, можно? Ой, проходи. Ваше задание. Исполнить последнее желание персонажа. Бабушка Света, а ты что хочешь, может быть, желание какое-то у тебя есть? Ой, милочка, я не помню. Светочка, я тебя очень прошу, вспомни. Если ты не скажешь, чего ты хочешь, то ты навсегда останешься в этой игре. Мне нужно выполнить твои желания. За всю эту жизнь столько желаний было. Время мое на исходе. Так, ну, давай подумаем вместе, может быть, может ты на отдых хочешь, а? Все же на Мальдивы хотят, бабуль. Ой, лето, не люблю лето. А что любишь, может быть, осень, весну? Помню, как мы с Анатолием Ивановичем ходили. На санках катались, снежных ангелов делали. Так, а ты зиму, что ли, хочешь? Зима это классно, круто, да? Ой, да, зима это круто. Ты, главное, не засыпай, я сейчас что-нибудь придумаю. Ага. А что-то приходило-то, а? Как хорошо, что я туда не пошел. Соня сама все сделает. Какой сложный уровень. Так, как же мне сделать зиму-то, а? Зима, зима, да что у нас-то? Холод. Как я холод сделаю сейчас осень? Может, окно открыть? Нет. Простудится бабуля. У меня же где-то костюм Деда Мороза был. Вот, зима, это Новый год, правильно? И Дед Мороз, подарки и так далее. Точно, бабушка меня в красном увидит и сразу все поймает. Сразу у нее настроение поднимется на все сто. Ну вот, посмотрите, другое дело, правильно? Я еще, смотрите, снежинки нашла по дороге. Это будет просто бомба. Я прилеплю и сразу ощущение зимы для бабули. Знаете, что придумала? Я сделаю лед. Холод, зима, это же холод, правильно? И будет ей хорошо, весело и прохладно. Кто там? Хо-хо-хо. Бабуля, я здесь. Анатолий Иванович? Ну, почти. Я лучше, чем Анатолий Иванович. Я дедушка. Мороз, смотри, сколько подарков тебе принес. Ой, что, зима настоящая? Да, сейчас я тут зиму быстро устрою. Ну все, бабка, зима настала, посмотри вокруг. Ой, дедушка Мороз, да какая зима. Вокруг так жарко. Ну как же, бабушка, а ты руку-то в снег засунь. Вон он на полу лежит, стелется. Не чувствую. А вот так. О, чувствую. Холод. Ну так, бабуль, все в снегу. Ну как по заказу. Уровень пройден. Вы победили. Есть, игра пройдена. Девчонки, вы молодцы, огромные. Эй, девчонки. Эй, Света. Света, я еле-еле справилась, прикинь. Света. Ой, спасибо. Эй, Свет, ты что? Света, мы же игру прошли, Свет. Алло. Девчонки. Света. Как же глаза болят. Света, ты вернулась, ура. Да подождите вы, да что происходит? Ты что, ничего не помнишь? В смысле? Я просто села в новую игру поиграть. На 5 минут буквально. Какие 5 минут? Вообще-то 5 часов мы здесь уже сидим с тобой и пытаемся тебя оттуда вытащить. Еле-еле получилось. Ой, ты что вы меня разводите, а? Иди еще в один. Нет, нет, не надо. Запрещаем тебе играть в эту игру. То есть не дадите мне играть, да? Не дадим. Ну ладно, я тогда пойду гулять. Из вас. Это все называются. Свет, ну мы с тобой, подожди. Да что ты думаешься? Мы для тебя все лучшее хотим. Да, мы же как лучше только хотели. Да, мы же как лучше только хотели.